Всем привет! Как у вас дела? Мне очень приятно, вы у меня в гостях. Приходите в любое время, дня и суток. Я всегда готова вам помочь. В этом случае вы у меня на кухне по-домашнему, на кухне с картами. И я посмотрю, что будет у вас, а вы еще не знаете. Приглашаю вас. Этот расклад на полнолуние будет для вас на картах Тароли Норман. Он хорош будет на полнолуние, и пересматривать его можно будет в течение двух недель после полнолуния, чтобы подкорректировать, понять что-то. Потому что всегда, когда пересматриваешь, что-то еще понимаешь. Это будет для всех знаков зодиака очень полезно и выгодно. Вы в одном сегменте, компактном, можете посмотреть и родных, и чужих, своих, и не очень своих, всех людей, которые вокруг вас. Таким образом вы будете знать, с чем или с кем вам взаимодействовать. Правда? Загадывайте свой знак, знак своих, любимых и нелюбимых. В общем, как вам угодно. Вы хозяин-барин. Вы у меня всегда в гостях, располагаете своим пространством. А я вам даю мое пространство, чтобы вы в нем побыли и для себя что-то поняли. Оп, уже на первый знак есть. Это для овнов. Для овнов выходит карта, которая называется «Корабль Полинорман Торговец Пасибила». Это здесь три колоды в одной. И это очень интересно, потому что можно взять любой из этих символов. Корабль – это перемены, это движение вперед, это познавать жизнь. Ну а шестерка меча – это вообще эскейп. Это найти выход из создавшейся ситуации. То есть вы найдете выход из создавшейся ситуации. А эта ситуация может касаться финансов, или личной жизни, или же здоровья, быта, родни. Вы найдете выход, и некоторые из вас будут на дороге. Эта дорога, не сказать, что легкая, потому что всегда дорога нелегкая. Легкая – та дорога, по которой мы каждый день ходим. И то нам надоедает, правда? А это новая дорога, неизведанная, под парусами. Ну и торговец говорит, что очевидно, будет это для вас полезно. Торговля как полезное что-то, да, в данном случае. Такая метафора. Что-то будет полезно, что-то будет вознавательное и нужно вам. И будет у вас возврат финансов, если у вас какой-то был застой в финансах. А также может романтика, счастье. Это очень хорошая карта для того, чтобы избежать трудностей. Шестерка меча – это всегда избежать трудностей. Знак Зодиака Телец. Известие. Рыцари всегда меняют жизнь и приносят новости. В данном случае это хорошие новости касательно счастливой червонной жизни, любви, взаимоотношений в семье. Если были натянутые отношения, такие неприятные в семье, по вине третьих лиц, или потому что вы перестали понимать друг друга, или же вы в разлуке, на дистанции с кем-то. То это известие от родных людей. Это тоже известие касательно того, чего вы хотите для себя. У кого деньги, у кого там что-то по здоровью, но это что-то очень хорошее. Или же человек, к вам идёт гость, или вы куда-то едете, идёте. Это тоже дороги. Это червонные дороги, потому что червоный рыцарь идёт по червонным дорогам, то есть счастливым, радостным, любимым. Благоустройство быта, свидания, знакомства. Что-то очень приятное для вас или ваших детей. Теперь будет знак Зодиака, Близнецы. Это карта трансформации. В новых колодах она называется обычно трансформацией, или ещё как-то по-другому. Но традиционно это старший аркан, который называется смерть. Вы знаете, не зря же это тринадцатый старший аркан. Потому что один плюс три – это у нас четыре, а четыре – это застой. То есть не нужно останавливаться на достигнутом. Такой вердикт, такое послание и подсказка этой карты. Если, например, у вас какой-то заработок уже сформировался, достойный или нет, не останавливайтесь на достигнутом. Если отношения в семье или на работе улучшаются, не останавливайтесь на достигнутом. Нужно двигаться дальше, брать новые высоты. В карьере, по здоровью, например, вы приобрели хорошую фигуру. Не останавливайтесь, продолжайте следить за своим здоровьем. Или вы, может быть, познакомились с кем-то. Не останавливайтесь, продолжайте узнавать человека. И делайте вывод по тому, ваш это человек или нет, по его поступкам. А не по тому, что вы там, например, придумали себе, намечтали. Потому что мы все мечтатели по жизни, да. Карта смерть говорит, не возвращайтесь назад. Если вы, например, уехали, дороги назад нет. Нужно налаживать жизнь на новом месте. Или вы перешли на новую работу, не скучаете, не тоскуете за теми сотрудниками, коллегами и так далее. А если вы купили себе недвижимость или переехали в новый дом и квартиру, тоже не жалейте о том, что вы оставили. Не думайте о том, продали ли вы хорошо, продали, продали, продали. А то или другое. Это не важно. Чтобы это прошло, и поменять это нельзя. И главное, не застревайте в грусти, в тоске, в обидах. Не застревайте, двигайтесь дальше. Впереди на пути, у вас что-то новое. Знак зодиака – раки. Это карта Верховная Жрица. Верховная Жрица – это очень счастливая карта. Обучение может быть, подсчет финансов. Это может быть приобретение жилья, подписание каких-то документов на дарственную или на владение, или же дипломы, выплаты, закрытие долгов. Это что-то связано с расчетом, с учебой, обучением. Может быть, с планами. Вот вы строите планы на будущее, и эти все планы реализуются. Это мудрость ваша. Это ваше умение строить грамотные планы, основанные на практических возможностях ваших. Потому что мечтать – это очень хорошо, но планы должны быть практичные, чтобы мы имели удовольствие их реализовывать. Потому что если наши планы основываются только на мечтах, то мечты часто реализуются только не так, как мы хотим. И тогда мы опускаем руки, получаем расстройство нервной системы, и, в общем, прокрастинация. Возникает у нас такая депрессия. Поэтому эта карта говорит, что стройте зрелые, здоровые планы и реализуйте эти планы постепенно. Это умная карта, это карта сотрудничества. Так что у вас и на работе, и дома будет все в порядке, и вы получите нужные вам документы или финансы. Знак Зодиака Лев. Королева Пентакли – это новые деньги, хорошие деньги, хорошая зарплата. Это не только деньги, это могут быть бумаги ценные, документы, выплаты. Это могут быть визы, это может быть вид на жительство. Какие-то важные для вас документы. Владение. Потому что вы здесь владеете. Вы сидите на троне, то есть вы чем-то владеете. Вы владеете тем, на что рассчитывали, и вы работали над этим, вы потратили много сил. И вы не сдавались, не теряли надежды, но тоже вы были мудрые, умные. Потому что если это бумаги, это могут быть дипломы, это могут быть выплаты, или это могут быть вы потратили много сил на то, чтобы поднять свою карьеру. И вы заработали опыт, нужный вам опыт. Если у вас был вопрос насчет финансов или же документов, так ответ, конечно, положительный по этой карте. Безусловно, вы получите то, что желаете, хотите для себя. Но тоже ведь Пентакли — это не просто материальное что-то. Ведь даже Христос материальный. Христос — это воплощение Духа в теле, то есть материализация, материализация духовного. Поэтому в материальном ничего нет плохого. Это тоже духовность определенного плана. Но в данном случае это values, ценности, ваши родовые ценности, семейные, бытовые. Бытовые ценности — это важно, потому что из быта вся наша жизнь состоит. Они сейчас смодулируются, они сейчас улучшаются. И это может быть, что у вас будет более благополучное жилье, более благополучные отношения с человеком, с которым ценности ваши совпадают. Это очень хорошая карта. В принципе, на любой ваш вопрос она говорит «да». Теперь для знака Зодиака Дева. Карта Мир — еще один старший аркан. Это очень хорошо. Карта Мир — это окончание какого-то этапа и начало нового. Но в данном случае Мир — это защита от негатива. Там всегда вокруг вас такое какое-то кольцо защиты от других людей. Потому что четыре знака Зодиака, то есть это четыре стихии имеется в виду, на этой карте говорится о том, что если какие-то злые есть люди, которые, к сожалению, обладают злым духом, и на вас могут повлиять, такие люди могут быть дома или на работе. Так вот, мир — это всегда защита. Всегда защита от плохого всего. Защита от коричневых вардалаков, бесов, демон, подселенцев, сущностей, оборотней, всех вот таких. Потому что, знаете, человек может быть и, в принципе, был бы и неплохой, если бы он не пытался вам помешать в чем-то. Вот от таких людей вас, конечно, Вселенная защищает. Это тоже карта расцветать в своем пространстве, там, где у вас это кольцо защиты, и реализоваться полностью. Потому что ангелам угодно вам помочь в этом. Это, конечно, может быть новый этап в отношениях, да, когда уже вы, например, съехались, или подали заявление, или женились, или вы, или ваши дети. Это может быть новый этап в карьере, когда вы заработали опыт или же какой-то диплом, и сейчас реализовать будете свою карьеру. Это может быть переход на свои рельсы, то есть занятие какими-то своими делами, да, на себя работает, так сказать. Это хорошая карта. Или же это может быть путешествие по миру. Мир все-таки, правда? То есть новый этап вашей жизни, это счастливый этап. Теперь для знака зодиака – весы. Карта сама перевернулась. И тоже старший аркан. Это у нас иерофант, верховный жрец. У нас уже вот в раскладе и верховная жрица есть, и теперь верховный жрец. И, в общем-то, послание от этих двух духовных субъектов, второе, можно сказать, да, которые на самом деле все старшие арканы – это уроки судьбы. Они имеют две очень такие весомые карты. Это карта смерть и мир. То есть смерть – это говорит, не оглядывайся назад, иди только вперед. А мир говорит, начинай все время новый этап. Не просто иди вперед, а вот каждый шаг – это новый этап. Иерофант – хорошая карта для получения бумаг именно в этой колоде, потому что здесь иерофант держит какую-то грамоту в руке. То есть это может быть серьезная грамота, например, вид на жительство или получение гражданства, или же, например, оформление бизнеса своего, или же оформление брака, или же наследство. В общем, что-то весомые бумаги, ценные бумаги так называемые, да, а карта надежды и изобилия, пятерка по-римски означает изобилие, конечно. То есть у вас будет то, на что вы рассчитывали. Нужно верить и знать, что все будет хорошо. Иерофант часто показывает на догму тоже. Догма, то есть смотрите, как в церкви, у них же обедня служится, есть кто-то, какой-то прихожанин или нет, все равно обедня служится. Догма – это значит выполнять то, что требуется. Знаете, как моя мантра? Делаю, что делаю, большего не требую. Вот и здесь по Иерофанту делайте, что делаете, и не расстраивайтесь, если нет моментального результата. Потому что если вы действительно скрупулезно делаете, что делаете, и каждый раз делаете это лучше, если мы делаем что-то по талантам, мы каждый раз будем улучшаться, потому что у нас талант к этому. Это вам сигнификатор, у вас там есть талант или нет. Если вы делаете, делаете каждый день, вот играете эти гаммы, играете эти фуги, а результат небольшой, это значит таланта там нет. Ну я пример привела. А если с каждым разом вы придумаете что-то новое, и вам интересно, и вы просто не можете дождаться, когда опять будете делать эту работу, и вы чувствуете, что вы каждый раз улучшаете свои профессиональные данные, это у вас там талант. Поэтому Иерафан говорит, делайте спокойно то, что нужно делать, не сдавайтесь и не обращайте внимания. Есть в вашей церкви прихожанин или нет. Ну вы аллегорию можете понять, да? То есть продали вы это, нужно ли кому-то сегодня или нет. Главное, что вы делаете то, что любите. Знаете, по этой карте можно сказать, что когда вы входите в храм, снимайте шляпу, но оставляйте свою голову на плечах. То есть разумно рассуждайте, что это для вас, этот храм любви или этот храм работы, что это для вас, лично для вас, не так, как общепринято, а лично для вас. Соображайте своей головой. То есть включайте свои мозги, говорит Иерафант. Будьте практичны, и у вас все получится. Следующая карта будет для знака зодиак. Скорпион, вот она. Сама выскочила. А здесь младший аркан. Младший аркан ситуационный. И эта карта говорит, где-то есть ссора. На работе или дома, за вашей спиной или нет. Но где-то есть ссора, и кто-то вами недоволен. Ну, это не мечевая карта, а жезловая. И здесь итальянский такой оракул, Сибила называется, да? Сценка из вот такой борьбы. Борьбы. Но борьба здесь, она вот какой-то кулачный такой борьбе. Даже палок нет. Не меч и не жезлы, а в общем, очевидно, угрозы. Вам, наверное, поступают какие-то угрозы. Женщина, например, говорит, смотри, я более красивая. Или на работе, смотри, я более профессиональная. Или еще что-то. Какая-то родственница тоже говорит, смотри, я знаю, как тебе детей воспитывать и с мужем жить. То есть вот эта вся ерунда, да? Зависть, наговоры, сплетни за спиной. Вот это все, да? Такая женская борьба. Женская борьба, она не кулачная. Ну, вот это редко бывает такое, чтобы кулачная была. В основном женская борьба – это языком. Это обидные слова, это проклены, которые посылают вслед злые женщины. А это сплетни, это дезинформация про вас. Это все делается, да? Женщины на это мастаки, мастачки, мастаки, можно сказать. Потому что, ну, у них нет других минц. Они, как бы, мускулы не такие крепкие, так они впускают в ход всякий обманный путь. И это... Поэтому, наверное, древние думали, что женщину скусил дьявол. Но это не так, на самом деле. Мы теперь понимаем, что не только языком есть искушение. Еще хуже искушение, когда агрессия идет кулаками или мечом, еще хуже. Вы сами это понимаете. Это еще хуже. Потому что от сплетен можно уйти, не обращать внимания, но от оружия же не уйдешь, да? Вот поэтому я бы сказала, что не делаем преждевременных выводов о том, что там батюшки говорят про то, что женщина там лживая и все такое. Нет. Здесь можно по-всякому понимать. Хотя пятерка жезлов это именно женская борьба. За выживание женщины некоторые, они очень имеют низкую совесть. У них вообще нет совести. То есть они, чтобы выжить самой, они думают, что нужно утопить или же обесценить, или обезвредить, или растереть порошок других. Но это очень низко. Это очень недостойно. И обычно нам даже, людям, у которых за спиной, что такое происходит, нам сообщают, видишь, за твоей спиной это говорят, чтобы нас напугать. Вы, главное, не бойтесь. Не бойтесь этих пересудов. И у вас все будет замечательно. Не обращайте внимания на все эти тонкости и глупости, которым подвержено ваше окружение. Может, семья или на работе токсичность есть. Не спешите уходить от этой работы. Потому что я всегда рекомендую людям вместо того, чтобы уйти, научитесь не обращать внимания с холодком. Это хороший навык. И прежде чем уйти, может, вам вообще не придется уходить с этой работы. Хороший навык научиться не реагировать. То есть считать что-то не ко мне. Итак, теперь мы смотрим для знака зодиака стрелец. Стрелец. Еще один старший аркан. Аркан влюбленные. Да, да, влюбленные. Ну, естественно, это самая лучшая карта. Она тоже говорит о новом этапе. Как и смерть, как и мир, да. Но это новый этап, да, может быть, в любви или на работе, карьера. Именно эти карты, они нарисованы очень давно, кстати, во Франции таким первым учителем, вторым, Этелло, его имя было. Старший аркан и прорисованы именно по его рисункам в то время, да. Поэтому здесь у нас идет священник и пара, пара, которая им венчает священник. Ну, что означает священник? Я уже говорила поэрофанту, да. Ну, так, в двух словах. И есть ангелы любви сверху. Вот. А вот мужское и женское есть в каждом человеке. Мужское — это гибкая такая сила, находчивость. А мужское — это прямота, да, и не обращать внимания на врагов. Вот почему женщины сплетничают на друг друга? Потому что они знают, что так можно воздействовать только на женщин. На мужчин вот этими сплетнями очень редко можно воздействовать. С них как с гуся вода. Это мужская сила. Она ни на что не обращает внимания. Ну, так гормонально сделаны люди, да. Поэтому здесь одна из этих трех фигур может быть вы. Священник — это может быть регламент и порядок вашей жизни, которого вам нужно добиться. И режим дня, и быт. Все. Порядок нужен. Раз порядок. И все делать вовремя. Мужская сила или женская, гибкая, или же такая бесстрашная, можно сказать, да. Вам нужно вот, ну, если хотите, или, может, вы как-то по-другому видите мужское и женское, понять. Это может быть тоже примирение с человеком, который, может быть, вас не понял или плохо себя вел. Если вы на дистанции, тоже, может быть. И эта карта может быть для нового этапа на работе или дома, как я сказала, примирение, либо же паптизм ребенка. Но что-то очень хорошее. Что-то очень хорошее в жизни. Новый этап счастья, я бы сказала. И у нас Серафант, пятая карта. Это по-римски «Руки забили» когда открыт, открытие к небу. А здесь еще и впереди пятерки, еще одна линия такая, да. Вообще-то, римские можно считать как поэзию. Или как, ну, я не знаю, их можно считать, просто рассказывать о них, а не говорящие. У нас вот изобилие получится, изобилие получится тогда, когда вы будете ответственны в паре, за себя ответственны, да. Потому что изобилие, и вы впереди. Не вы позади, да. От моих это скроют, типа, от меня ничего не зависит. Нет. Это ваша ответственность. Отношения в браке, в семье или на работе, это ваша ответственность. Ну, конечно, если там с больным человеком имеете дело, то, естественно, это совсем, ну, как бы, исключение. Вот. Но эта карта говорит, что будет с вами все хорошо и замечательно. Первая карта перевернулась, видели, да? Это для Козерога. Козерог, и для вас вышла такая красивая карта. Здесь отшельник с лантерной, и в этой лантерне у нас Сириус, ну, по легенде, самая яркая звезда на небе. Ярче солнца намного. Сириус — это очень классная звезда, и она символизирует ясный ум, прояснение ситуации. Эврика. Я знаю, что делать, да. Вот. И здесь у нас девятая карта, если говорить по нумерологии, две единицы на перекрёсток. Это значит, что я взаимодействую с тем или с кем, что возле меня, да. Вот это вы, а это то, с чем или с кем вы взаимодействуете. Мы взаимодействуем, находим точку соприкосновения. Она всего одна бывает. Мы хотим в отношении, чтобы вот полностью нам всё подходило. Так не бывает. Ну, это самообман. Потому что во взаимодействии, в любом, да, вы как линия, человек как линия, да, прямоходящая, точка взаимодействия. И позади единица. Ну, 9 по-римски, да. Вот. Позади единица я ставлю свой эго, свой селфишнесс, ну, на второй план. Потому что, если человек поставит селфишнесс на первый план, то собственный свет, собственный свет, вот, как будто я знаю лучше, чем, ну, вы или там кто-то, чем космос и так далее, он, этот свет собственный, он такой сильный у каждого человека, да, потому что мы же живые, мы как лампочки горим. Он может затмевать даже сириус в вашем пространстве. Поэтому, если вы ставите своё эго позади, то этот сириус покажет вам свет, как дойти туда, куда вы хотите дойти. Это карта дорог. Это карта счастливого пути, дойти туда, куда вы хотите дойти, получить, что вы хотите, и нужно подвязаться. Поэтому здесь роба такая не флаши. Я вообще в восторге от того, когда люди в общем пространстве одеваются не особо флаши. То есть, ну, не нужно ловитон сумку, не нужно там шанель пояс и что-то такое в такой супер флаши. Обычно так делают продавцы, чтобы вы их, ну, за это уважали подсознательно. Я хочу сказать, что, ну, где я живу, вот в этом западном пространстве, это считается плохой том. Да? То есть, в общем пространстве не нужно себя выпячивать. Или, например, компания там говорит всё время о себе, нужно уметь слушать. Я заметила, люди умные, они с удовольствием слушают, даже простых людей. Ну, им интересен феномен человека. Так вот здесь, ну, не заглушать свой путь своим эго, во-первых, во-вторых, вот этот флаши нас, да, это присуще тому обществу, там, где, ну, нужно впечатлить, нужно впечатлить, нужно как бы унизить другого, как бы своим превосходством. Некоторые это унижают путём эйджизм, такой, да, вот моложе, якобы. Если старый, уже выходи, никому не нужен. Ну, такое всё. Не обращайте внимания на дураков, вот эта карта говорит именно не обращайте внимания на дураков, имейте свой свет, но это дорога, которая вас приведёт туда, куда вы хотите, но это будет через трудности, через трудности самопознания, повышение профессионализма, ну, и чего-то очень интересного и умного. Вот так здесь. Интересна очень карта, она многое может вам сказать. Так, далее мы смотрим для знака Зодиака Водолей. Для знака Зодиака Водолей у нас здесь карта, классная, которая называется Маг. Маг – это может быть человек в вашей жизни, который всё может, всё сделает для вас. Ну, в общем, он шикарный человек, добрый, умный, порядочный. Вот, это тоже карта человека в вашей жизни, который может, вот как-то волшебная палочка вам помочь в чём-то, или на работе, или дома, или казённый человек, какое-то официальное лицо. Маг – это первый опыт, который проходит шут. Шут за вопрошающий. Мы с вами, когда мы второго рассматриваем, да, вот, и Маг – первый опыт. Первый опыт – это «я всё могу». Маг говорит, «ты всё можешь». Потому что, если человек имеет состояние «я могу», он, конечно, добьётся, он найдёт путь. А если человек сразу понимает, «да я ещё этого, этого не знаю», так он не сможет ничего. То есть, ну, это не такое самодурство, мол, «я всё могу». Нет, это «ты сможешь». Не то, что «я могу», «я смогу». Я смогу, да. Это такой первый опыт. Классно, очень карта. Это может быть вы, вам нужна вот эта тема, что вы сможете преодолеть там какие-то трудности, добиться своего дома или на работе, построить для себя удачный быт, удачный дом, договориться с кем-то, с кем ссори, построить карьеру. Вы всё сможете. Лучше выглядеть, иметь лучше здоровье, крепче. Вообще, насчёт выглядеть, это очень странно, потому что другие люди, по карте Маг, я даже сейчас вам скажу, что-то совершенно, ну, не скажу, что потрясающее, может быть для вас новое. Понимаете, другим людям всё равно, как мы выглядим. Красивые мы или нет, молодые или старые. Наоборот, даже некоторых будет пугать, если вы слишком красивые, слишком молодые. Другим людям важно, чтобы с нами было приятно взаимодействовать, чтобы мы были приятные в общении, да, не нахальные, не наглые, не подавляющие, не контролирующие. Это важно. А не то, как мы выглядим. И в наших культурах почему-то женщины с этими сраздутыми губами, постоянно в каком-то образе, вот сидит в одну сторону, смотрит в другую. Ну, вот это вот всё, оно обидно для женщин современных. потому что мужчина вас не по этим качествам выберет. А если он выберет, если это мужчина, да, он выберет вас по этим качествам, так это вам такой мужчина не нужен. Там ничего хорошего от него не жди. Но маг – это очень умный человек. Вы или ваш партнёр. Но вообще-то маг – это когда всё получается, у вас получится то, чего вы для себя хотите. Знак Зодиака Рыбы. Это карта номерная, то есть ситуационная. И здесь по номерным картам у нас здесь есть и Сибила, и Ленорман. Как вы поняли, по старшим арканам только старшие арканы. Потому что там много информации. В этом раскладе очень много старших арканов. И здесь вы видите Лиса, Полинорман. Это ловкость, изобретательность, ум. Но тоже может быть хитрость, подлость, манипуляции каких-то ненормальных конкурентов дома или на работе или ещё как-то. Злодейка какая-то. В общем, вы сами понимаете, кто это для вас. И ещё здесь мы видим курятник. Это может быть, что курятник – это ваш дом, ваши финансы, то, что вы строили и наконец построили. А вот это злая особа, которая хочет у вас что-то отобрать. Так что будьте внимательны, с кем вы взаимодействуете. Мы вообще люди дико рискуем. Когда ищем партнёра, ещё не знаем человека совсем и уже с ним в спальню идём. Или если на одном языке говорим, значит, уже друзья. Ну, это же такое дело. То есть с друзьями тоже они сразу вхожи в дом, а вдруг они не такие, за кого себя предают. Будьте очень аккуратны, кто вокруг вас. Ещё это карта пятёрка чаш. Чаша – это всегда любовь, отношения, семья, личная жизнь и быт. И пять – это когда неудобный быт. Вам хочется и у вас получится, потому что в данном случае, если вы хотите улучшить свой быт, например, иметь недвижимость в лучшем районе города или вообще за границей, или же иметь какой-то свой бизнес или работу лучшую, то я здесь вижу, что вы этого добьётесь, потому что у Ленорман есть ещё другое значение карты леса – это профессионализм. У вас высокий профессионализм, значит, вы добьётесь для себя лучшего быта, лучших бытовых условий и лучших отношений. Например, профессионализм в отношениях – ого, это мучит наш жизнь, да, опыт. Здесь я вижу, что может вам встретиться человек грамотный, умный, ловкий, харизматичный, яркий. Ну, или же, если у вас вот ссора с кем-то, пятёрка чашет, иногда обиды, ссоры, не обижайтесь. Человек так поступил не с вами, а он так поступил, потому что он способен был на такой поступок. Вы должны это понять. Если, когда только вы это поймёте, вы перестанете обижаться. Потому что не у вас дело. Каждый человек поступает, как он может. Никто не хочет специально быть плохим. Даже самый плохой человек, может быть, вас обидел кто-то в личных отношениях, он это сделал, потому что он плохой человек. И не нужно ему давать шанс исправиться. Мы же, кто мы такие, да, чтобы взрослых людей учить жизненному уроку. Ищите себе более кудрявого. Такой совет карты. Идите дальше, другими словами. Не останавливайтесь на достигнутом. Да и вообще ведь расклад о том, что не следует останавливаться на достигнутом. Обязательно добьётесь своего. Ну вот, я рада, что у меня на кухне по-домашнему мы могли с вами с толком побеседовать о вас. Я не побоюсь этого слова без излишней скромности скажу, что я тот редкий человек, который любит моё свободное время провести время с вами и поговорить о вас. Потому что часто так не бывает, правда? Вот, поэтому держу это пространство всегда открытое, чтобы мы могли прийти, побеседовать с собой, о себе, подумать о своей жизни, строить планы. Это всегда здорово. Я делаю видео, у меня проект такой, по числам души. По знакам зодиака классно делать, но когда мы смотрим ваш знак по солнцу, это просто, это гороскоп солнца, а не ваш. Понимаете? То есть это очень малая информация о вас говорит. Число души, число ваше рождение говорит намного больше о вас. Давайте я вам присоединю к этому видео информационное видео по числам души. Мне кажется, я знаю точно и по опыту, что когда вы смотрите свой вариант числа души, это всегда очень четкое, точное гадание. Так что посмотрите, послушайте даже мои видео по числам души. И у меня есть, уже есть много и еще будет больше видео по знакам зодиака тоже я буду делать, конечно, и по числам души. Так что не пропустите эту важную для вас информацию. Номера, нумерология планеты, это связано. И у нас по астрологии всего 9 планет в нашей Солнечной системе. Планета Земля не является планетой в астрологии, если кто не знает, потому что она ассоциируется с вами. То есть вы на Земле, да? Поэтому, когда мы видим ваш гороскоп, то у нас там кардинальный крест, и это вы вот именно на планете Земля. И я хочу сказать, что каждая планета соответствует определенному числу. Я очень часто делаю видео по числам души, потому что это важно. Ваше число души — это число вашего рождения, не включая год или же месяц. И каждому числу тоже характерна определенная планета, которая может помочь вам на пути. Давайте начнем с числа души один. Это когда вы родились первого, десятого, девятнадцатого или же двадцать восьмого любого месяца. Вам поможет солнце. Солнце дает силу, инициацию, желание, прояснение пути, честность и самостоятельность. Самостоятельность делать все для себя самому. Это очень важно, если ваше число души один. Если ваше число души два, вы родились второго, одиннадцатого, двадцатого или же двадцать девятого, то вам поможет луна. Луна — это карта, не карта, это планета сотрудничества. Да, луна — это планета в астрологии. Сотрудничество, умение договориться, найти общую точку с другим человеком, поддержать других. Это эмпаты, это люди, которые любят делать что-то в паре, вместе, и которые готовы к перемене, потому что луна часто свидетельствует о переменах. И здесь не нужно останавливаться на достигнутом, всегда стремиться найти баланс, найти баланс, потому что первый баланс в состоянии дисбаланса, то есть луна всегда меняется. Если ваше число душа — три, вы родились третьего, двенадцатого, двадцать первого или же тридцатого, то вам поможет планета Юпитер. Юпитер — это идея христианского Бога, то есть за хорошее поведение, за покаяние вам будут подарки. Эта планета всё расширяет. Но нужно знать, что она может расширять и хорошее, и плохое, поэтому будьте всегда внимательны. Это значит кругозор, а когда у нас расширенный кругозор, мы можем видеть далеко, мы можем видеть за горизонт, мы можем понимать общую картину, видеть, это очень здорово, но в то же время мы можем видеть, что где плохо, и этого не касаться. Поэтому Юпитер строго следит, он расширяет ваше зрение и смотрит. Если вы увидели что-то плохое, не взаимодействуйте с этим. Юпитер — это щедрая планета, так что вам повезёт. Если ваше число души — четыре, вы родились, может быть четвёртого, тринадцатого, двадцать второго или тридцать первого, то вам поможет планета Уран. Уран — это новое солнце. Ну так, в астрологии говорится, новое солнце. Уран любит всё новое, это новизна. Планета сейчас очень активна, потому что мы находимся в новом этапе развития человечества, технологии развиваются, искусственный интеллект, этого не избежать. Это всё подарки Урана, хотим мы это или нет. Уран даёт новизну, ваше умение видеть новое, новаторство, открытый ум тоже, а также любовь к познанию технологий, любовь ко всему, что является неординарным. И, в общем-то, это планета очень умных людей, а также людей-новаторов. если вы родились пятого числа или же четырнадцатого или же двадцать третьего числа, то вам может помочь планета Меркурий. Меркурий всегда был планетой, которая отвечала за медицину и за связь между этим миром и потусторонним. Поэтому эта планета связывает, да, связывает, даёт анализ и связаны мысли. И тоже мы теперь понимаем, что наш мозг он работает на уровне нейронов, да, нейроны связаны с друг другом, такими медиаторами. Поэтому, в общем, за работу мозга отвечает Меркурий. Вам нужно знать, что эта планета вам поможет принимать правильные решения, она очень поможет вам быть активнее в смысле мышления и доверять своим мыслям, доверять своей аналитике. Такое более зрелые, зрелое мышление, да, и реальное, реальную картину в жизни помогает увидеть Меркурий, без него никак. Это очень хорошо. А также Меркурий планета, которая немножко сомневается. То есть умные люди всегда сомневаются, только дураки уверены во всём, правда? А мы всегда сомневаемся, может это по-другому. Поэтому это планета дискуссий, а в дискуссиях всегда рождается истина. если вы родились 6-го числа, 15-го или же 24-го, то ваше число души 6 и вам поможет Венера. Венера это очень много, да, здесь это, конечно, эстетика, любовь, красота, доверие, это тоже баланс, это тоже математика, это тоже материальный мир, где мы считаем всё, что посеял, то пожнёшь, сколько дал, столько получил, да, в процентном соотношении, сколько даём, столько получаем, вот это всё Венера тоже. Венера даёт прекрасные финансы и даёт эстетику, красоту жизни, счастье, любовь, но это всё в балансе, понимаете? То есть здесь эмоции, они не такие сумасшедшие, а они материальные, они основаны на том, что вы это всё взвесили, на том, что вы всё это просчитали, да, это тоже важно понять о Венере. Конечно, это планета счастья, счастья и красоты. Если вы родились седьмого числа или же шестнадцатого, или же двадцать пятого, то вам может помочь планета Нептун, и вы имеете число души семь. Нептун — очень интересная, загадочная такая субстанция, где управляются водой, под водой, конечно, меняется зрение, всё видоизменённое, всё такое туманное, непонятное, немного, и не является тем, чем есть. Поэтому, если вам управляет, то есть вам помогает планета Нептун, вам нужно знать, что вы человек очень высокодуховный, ну, как и все другие, кстати, номера тоже, но у вас есть тенденция сомневаться, не доверять своим глазам, есть тенденция растворяться в эмоциях, да, вам трудно собраться, вы доверяете людям, да, вот есть такое выражение по-английски «he wears his heart on his sleeve», то есть ваше сердце, оно подвластно тому, что вы увлекаетесь эмоциями, вы можете быть очень эмпатичны, помогать другим, и вы не видите, где человек вас использует, здесь вот людям с числом 7, оно считается тоже высокодуховным с христианской точки зрения, именно в том, что это Бог compassion, да, Христос Бог любви, Бог сострадания, поэтому вы очень сострадательны к другим, большой эмпат, и очень вам сложно не давать себя в обиду, поэтому вам нужны другие номера, которые вам помогут. Если вы родились 8-го, 17-го, если вы родились 8-го, 17-го, или же 26-го числа, то ваше число души 8, и вами управляет Сатурн. Сатурн — это планета, что посеял, то пожнёшь. У нас есть два гиганта, это Юпитер и Сатурн. Для comparison, я скажу, чтобы вы поняли, Юпитер расширяет возможности, то есть общая картина видна, а Сатурн сужает, то есть делает всё понятным, ваш угол зрения, он фокус, фокус, внимание, на самом важном. Обе эти планеты нужны для контраста, для здравого мышления. конечно, это всё мысли, эмоции и такое всё. То есть Сатурн поможет вам понять суть проблемы, суть дела. Это очень духовная планета с точки зрения воплощения духовного в материальном. Вот как Христос, написано же, слово стало плотью. То есть это о Сатурне, о одухотворённости в материальных субъектах, как наше тело, например, материально, но мы тоже духовные существа. Сатурн это планета компэшн, большого сострадания, конечно, и умение помогать сраждущим. Это планета, которая, она, знаете, можно даже сказать, где-то как Христос, который был очень разъярённый в храме, когда увидел, что он торговцы. Вот это проявление Сатурна, то есть на стороне правды, да, такой правдоруб, правдоруб, это у нас Сатурн. Поэтому вам свойственны эти все черты. И если ваше число души 9, то вы родились, может быть, 9, или же 18, или же 27 числа. Вам поможет планета, которая называется Марс. Как мне мой учитель Джон, ещё в Торонто, когда я жила, учитель по астрологии, он просто гениальный, он мне сказал, всё, что он мне сказал, я на всё же запомнила, потому что всё имело такой смысл, такой смысл. Он говорит, что Марс это personal creative energy, персональная креативная энергия, и всё, и всё, всё сразу понятно, это ваше умение create, творить вашу жизнь, творить что-то для себя, что-то делать, это инициация, это желание, это сила, смелость, стержень, всё вот такие вот черты, активные очень, это активная планета, и она имеет в себе все другие числа, потому что если у нас нет активного желания творить, жить, это желание жить, то всё остальное смысла не имеет, правда? Поэтому упадок силы, нам ничего не хочется делать, мы можем попросить Марс нам помочь, дать нам эту энергию, и совершенно уникально эта энергия появится, потому что все планеты суть это представительство Бога, естественно Бог один, но Бог же он во всем, в творении всех галактик, триллионов звезд и так далее, в общем вы понимаете, желаю вам счастья, а также я хочу вам сказать, что смотрите мои видео по числам души, они еще более важны, чем по знакам зодиака, потому что числа души, они вас характеризуют, это то, что рукотворно вы делаете, вы родились определенного числа, родители записывали, на тортик ставили это число, потом вы свой день рождения отмечаете, вы заговариваете это число для себя, это активность вашей магии духовной в этой жизни, это ваше число души, ваш знак зодиака по солнцу, это просто солнце, это на самом деле гороскоп солнца, солнце было в таком-то знаке в вашем, ваше рождение, он очень мало о вас говорит, с точки зрения астрологии, о вас больше всего говорит ваш восходящий знак, или в народе называется асцендент, ну такое перекрученное слово, асцендент сайн, ну а число души это то самое, то самое оно, потому что я же не могу сделать для всех по асценденту невозможно, потому что триллионы людей и у всех свой асцендент, свое время и место рождения, понимаете, а число души всего 9, и это очень точное предсказание по числам души, пользуйтесь, желаю вам счастья.